Музыка Итак, ребята, всем привет. Сейчас веду вас какую-то справа, что происходит. Я сделал другой канал. Другой канал это будут такие вложки. И всякая такая штука не издана, скажем так. Будет заливаться туда всякая хрень. Так что вряд ли комусь будет интересно. И не подходитесь на канал, не ставьте лайк. Вот. Сегодня будет первый вложок. Мы едем на стадиончик бегать. Я только встал, нічого не ел. Ходаю, как все на весну, так и я. Треба съедать немного жирка накопиченного. Даже не за зиму, а за пару лет. Так что я побегаю трошки. Пока ничего не жар. Потому что пока организм менял в углеводов, и он будет брать их из жировых тканей, скажем так. И так мы походим. И я думаю. Ха-ха-ха. Так, вложок будет про все. Буду говорить про то, что я делаю чем занимаюсь. Так что моё життя не очень интересное. Ха-ха-ха. Будем говорить о последних новинках, которые меня зацепили, скажем так. Так что... Кому так очень сильно интересно, то... Будем... Видим, какие отзывы будут аудитории. Я специально немного отъехал от дома, чтобы соседи меня не видели, что я так побегаю. Типа, в ранку. Хотя это не в ранку, уже до 11.00. Где-то, где-то, где-то. В стадионе. Хотя тут тоже не мало народа, но мне пофиг, тут меня меньше знают. Я надеюсь. Ха-ха-ха. И так. В стадионе нема никого. Это очень хорошо. Мало кто будет на меня обратить внимание. И так, и так, и так, и так. Мы сегодня... Блин, я еще нормально не проснусь. Я даже ничего не ел. В принципе, говорят, что можно купить каву, чтобы немного перейти в себя. Но я думаю, что вообще ничего не нужно пить. Даже вода. Все-таки вода, какая-то тоже пожарная речовина. И, в принципе, палеты. Палеты так, как есть. Сегодня мы бегаем от 15 до 20 минут. Типа, 20 минут. 20 минут. Моя будет нагрузка. Даже перейти. Еще потом. Один раз. Сколько я пробежу. Я бегу. Я не сильно. Так, на стадионе мы уже. Ценность центральная. Типа. И, короче, все, ребят. 20 минут. Затрудимся через 15-20 минут. Так что я побежал. Побежал. Не сказал бы, что тяжко, но так. Типа. Напрячно. Но ничего. Нужно. Надо бегать. Кричи, мы в здании. Это был бы спорткомплекс. Когда-то. Розвращенный ближе стадиона. Тут, когда были молодцы, то гоняли. Видно, стадион. Чикуток поднимаешься. Хоба. Куча синьих трибун. Мы туда прыгали. Шугу. По молодости. Итак. Новины. Давайте обсудим, какие они новины. Сюда, на самом деле, таки самых ожидаемых. Это. Бой. Макгрегора. Диезом. Ну, я надеюсь, и все там пофига. Это. Но. Титульный бей за цей. Макгрегор. будет защищать пояс, который недавно только взял. И Холли Холм, та, что Ройн Дорозе накладывала, тоже будет защищать пояс. Все будет и суббота, так что я за них двоих, скажем так, переживаю. То, что МакГрегор такой интересный бойец. В принципе, на голову такой придурочный, но человек, но валит нормально. И постоянно что-то придумывает в ринге, даже может по случаю там бахнути. Вот. И Холли така прута тетка, яка мает очень много всяких титульов, там, из бокса. И она реально просушена, так хорошо, наверное, выглядит. Лупаши тоже хороший удар, нормально, накладывающий. И будет интересный бой, в принципе, МакГрегор. Я бы не сказал, что за него переживаю, особенно потому, что Диас за два тижня он только знал, что будет сбиться, так что подготовка маловато будет, и он выглядит немного дырыхловато. МакГрегор все-таки подтянутый, практически без жиря, такий кугутик, который будет лупашить на пана наповну. Я думаю, что МакГрегор на колотьор, и все-таки может закончиться в первых раундах. Холли может так же бахнути, если проскочить. Будет какая-то ситуация, то он может накладывать другую женщину. Тем более, что эта другая, то, что бьется с Холли, она програла уже два раза в Роузе. По ходу, раз руку пашку, раз задусила Роузе ей, так что шансов маловато. В принципе, кто знает, как она готовится, но я думаю, что Холли готова. Будем дивиться в суботу, будем болювать на МакГрегора за Холли. Не знаю, ставки какие ставите, но МакГрегора, в принципе, важно поставить. На выигрыш можно поставить, потому что он на колотьоре, и он, в принципе, мое выиграть в первых двух-трех раундах. Может даже в первом раунде, в первой половине раунда, да, может выиграть. Если не придумывается, он ничего не злякается, скажем так. Так что, дивимся в эту суботу. У нас же трансляция будет неделю, напевно. Болюваем за МакГрегора и Холли. После бега я влюблю БЦА. Трохи вспотел. Но сегодня еще не сильно холодновато. Круче... Ну, блин, желательно выпить БЦА. Потому что, если ты реально слышишься, то можно втратить немного мязовое и тканина. Хотя мне это не грозит, я дрежу, так что мне пофига. Но на всякий случай ПЮ. И еще ПЮ. Ну, это БЛЮТОСи. Мегафатбурнер. Короче, жир горьких. Фуд Суплемент. Это типа розовая пачка, они походят в женские. Но, в принципе, по-барабану, если честно, то что тут л-кранитин, всякая такая фигня, добавки, блин. Короче, зелений кофеин и экстракт зеленой кави, всякая такая фигня. В принципе, то же самое, что у всех, только они немного дешевшие и немного меньше дозировки. Ну, по три их лопачить в день, может быть, что-то, какой-то толк. В принципе, от них мне не сильно штормить, потому что штормить больше, например, гидроцикад сразу, типа, да? Випию там и за 30 холин тебе же лопачить. А эти как-то на протяжении дня тебя просто держат в таком тонусе. Ну, типа, что, спать там не хочешь? Ни фига вообще. И мисли, которые лезут даже в голову. Ну, типа, такие активные, активные. Вот. Так что, на разы все, что я делаю для того, чтобы похудать. Пью BCAA, бегаю и пью Fetburner. Элькранитин, чтобы еще предтренировать, чтобы закинуться, если так худая. Я думаю, тема худания сейчас актуальна, потому что в оснах все будут, по-любому, что-то страшно бегать, но надо начинать было еще зимой, если честно, худать. Я в лютого, на начале уже начало трошки поменьше жрать, так что... В принципе, и меньше жрать, и все будет зашибись. Вот. И еще так, знаете, новинки такие новины. И, например, кинофильм, я смотрелся недавно, ждал премьеру. Крадющийся тигр, здающийся дракон. Другая часть, меч, что там, судьба. Вот. Там играет в Дуниен. Тот, кто не знает Дуниена, то и не знает Дуниена. Он играл в Ипмане. Ипман, там, три части, то он играл. Я думаю, что там Крадющийся тигр. Это культовое, типа, китайское кино, получается. Все там на него молились, а китайцы. Бо оно, вроде, даже первой сцене взяла Оскара, что все, я не помню точно. И в этой частине гра Дуниена, потому что, я думаю, что будут какие-то драки такие крутые. Но все было в таком китайском летающем стиле. Я же, как-то не знаю, че я перерис, не могу не додавиться. Те все легенди из такой компьютерной графики, что, блин, ну, я в пень. Так что в фильме с таким соби, на любителя, блин, с той китайской философией. Я же лучше бы подивился, как-то с 80-го року, шаолинский фильм. Ну, там, они хоть лупашат так, ну, в натурашку, и без никаких спецэффектов, без канатов, без ничего. В принципе, Дуниен еще достаточно, когда ставят нормальные драки. Он мне подобенится тем, что он не дотримается какого-то кунфу, еще что-то. Он лупашит так, как хочет, как считается подробным. То есть, если он там может и побороться, и залом сделать, гильотину, какого-то даже, видишь, что я делал. Ну, так, типа, всесторонне, такий разогнатий чувак. Мне подобается тому. Типа, он может и вернуть из разогната, и задусить, типа, и залом, какой-то интересный сделать. Так что, все, ребята, на сегодня, короче, все. Я еду домой из жертвы, сейчас что-то съесть. В принципе, я еще не очень погодался, но нужно что-то съесть, чтобы сильно не втратить мясо от каниньи. И так, нифига, нет, что-то что-то втратить. Это все до капец. Все, так и, если вы смотрели, если вы не смотрели, то тусуйте. Ладно, я буду снимать дальше, подимемся, что из того будет, сколько наберет такой влог в перегляді. Будем обсуждать какие-то другие темы будут, то поговорим на них еще. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok